Продолжается досрочное голосование по выборам глав поселений. Избиратели, которые по уважительной причине не смогут прийти проголосовать на участке 13 сентября, имеют возможность сделать свой выбор раньше. Их ждут в участковых избирательных комиссиях со 2 по 12 сентября. О процедуре досрочного голосования в Мирном расскажет Августо Степаново. По данным территориальной избирательной комиссии, предварительно отдать свой голос могут избиратели пяти муниципальных образований. Айхала, Светлого, Рлаха, Сульдюкара и Та-Сюряха. Как правило, это те избиратели, кто не может лично прийти на участки в единый день голосования. Жители отдаленных местностей, а также люди, имеющие особый режим работы. Отдаленно это у нас Маркока. Проголосовали 27 числа. Сейчас голосует совхозный участковый избирательный участок. Это по сенокосчикам. Ну и также Батуобинский избирательный участок тоже проголосовали у сенокосчиков. В отдаленных и труднодоступных у нас проголосовало 25 человек. А непосредственно досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий проголосовало 100 человек. Созданы так называемые выездные избирательные участки. Комиссии объезжают труднодоступные сенокосные угодья, где люди еще продолжают трудиться. Добираться до этих участков членам участковых избирательных комиссий, а также наблюдателям, приходится на вездеходах. Уважаемые избиратели, непосредственно там, где проходят у нас выборы, это муниципальное образование поселок Айхал, муниципальное образование поселок Светлый, Чионинский наслег, муниципальное образование Ботобинский наслег и муниципальное образование Садынский национальный венгийский наслег. Просьба, если есть в этом необходимость, и 13 числа у вас не будет возможности прийти в день голосования на свой избирательный участок, поэтому прийти и проголосовать досрочно. Как отмечают в территориальном избиркоме, в целом кампания проходит спокойно. 13 сентября около 10 тысяч избирателей в пяти муниципальных образованиях отправятся в ближайшие участковые комиссии. Общее число зарегистрированных кандидатов на пост главпоселений – 14 человек. Из них лишь пятеро получат статус народных избранников.